любимые мои мне взгрустнулась короче я сейчас вам все расскажу я должна была идти сегодня на свидание вот от места свидания я с вами ну ладно это тоже очень хорошо какое счастье что у меня есть вы вот собственно говоря мне позвонил мой друг который прилетел из нью-йорка и говорит давай с тобой увидимся я говорю ой давай все с удовольствием пойду с тобой вот в итоге он позвонил такой вот ой манечка планы изменились и я осталась дома а вот я вам рассказал что-то как-то непонятно он планировал планировал три дня я знаю что мне кажется что он то что он мне до этого сказал не выкладывай меня в instagram пожалуйста все я не знаю что подумала он сказал мне до этого что он развелся жена а мне кажется может быть он типа сказал это специально на самом деле он не развелся и просто и когда он увидел что я выложила в принципе что я собираюсь то он понял что я все равно выложу много города но мне это очень неприятно сейчас внутри не уходи пожалуйста нет машинка мне надо смотреть этот сериал нет а мама очень удачный суп простите как-то неудачный он очень вкусный фикадельки сами по себе чтобы собака не съела колбасу нет мне нравятся эти ресницы короче и вот и я отказалась сегодня идти с братом со своим уйди ваня я сегодня отказалась братом эти они нас с европы в россию но я не знаю мне как сказать я не могу ничего никому советовать но я обожаю россии нужно сама всегда принимать решение я считаю это жизнь а чё оповещение пришло к ростом эфире не просто неприятно как-то я просто готовилась я приехала домой я привет натуре любимая моя а вот я приехала домой я собиралась я оделась сюрик привет и мне очень неприятно что так вышло ну я не знаю как вам объяснить конечно может быть не нужно реагировать спокойно но мне вот и неприятно и не пришло это очень плохо а пришло смотрите что я только вы обещаете что ты была очень красивая на первом канале спасибо только вы обещаете что вы никому не скажете что они но если вы никому не скажете я покажу вам тольятти привет да мне начнется лучики по времени вот никому не делай быстро только вы никому не говорите пожалуйста наташа мы и не говорить самара привет ну да просто я очень захотела я психанула короче просто это обижала и он не написал буквально вот не знаю будет что это такое ну короче он и написал и все и у меня настроение полностью испортилась я побежала магазин и я купила колбаску вот это вот за 380 рублей и все и стала есть и и еще вот что купила какой нет я конечно не супер красивая не пью я успел что же идет мам мама быстрее нет феи нет у меня реально я так устал быстрее сюда короче у меня стал другой блок лёва привет я не знаю как вам сказать я короче перестала все рекламировать хотя это деньги я рекламирую только то что я реально считаю нужным вот потом у меня что устало я стала показывать все что я делаю то есть нет но мне все равно я рассказываю о том что для проблемы там на руках еще что-то короче все показываю без комплексом абсолютно мама пожалуйста подойди понимаете не могу стать из-за стола потому что если встану то у меня вались есть еду малю он залезет на стол у меня есть колбаска я уже рассказала что случилось почему нет вина я очень расстроена короче потому что я собиралась с ним я отказала сегодня сестре с братом который мне позвонили но дима с юлей сказала что у меня план на вечер я приехала домой в мыли после массажа если лайки пленки с рук молю я не могу встать вались но я на зарядку 9 процентов осталось хочу пообщаться но либо посторожить либо дать зарядку ирочка привет и рассекал здесь я так люблю на из самары педагог нет как она дакан академии как завкафедрой она завкафедра вокала в самарской академии искусств кстати говоря очень очень красивая девочка крутая вот из самары пойдет хорошо да а чего тебе надо вот вот прям постой секунды заряд 8 процентов хочу пообщаться мне очень грустно принести зарядку мне массаж делает наташа но это не реклама я ничего не то есть я больше ничего не рекламирую у меня все чисто мои рекомендации какие-то все я вообще ничего не скрываю не скрывай что у меня целлюлит я не скрываю вообще ничего в этой жизни больше вот так у вас голоса похоже а так вот мы должны болеть и на свидание я вам говорю уже 25 раз и он мне позвонил сказал буквально за 30 минут о том что он не приедет и было время где-то без 5 11 даже не успела ничего купить я хотела бы выйти купить может быть венца себе но пятница вечер все-таки как-то он сынок мой здесь моя любовь вот добавь кого-нибудь в эфир привет из дуги привет из дуги когда ты возьмешь кого-то в эфирке а сразу почему-то пропадает звук мой сын не оставит мы а вот степь на стол прям мама тебя все хотят видеть я сегодня выходила пожалуйста на поздоровайся и все мама супер у тебя спасибо девочки вы все тоже супер вы все супер а в эфире все девочки тоже все супер не отставьте ждет массаж у нас к сожалению но нам не подписан машину что такая история такая история вышла сейчас он расскажу наверное но он не подписан на меня я думал про какую стас расскажу ну почему машину блин эта зарядка не заряжает именно это мне не заряжает а где-то я пальто это вовочку ну блин уместить сыном умеет где найти хорошего мужчину но это вообще не про меня история поэтому я не знаю где найти вообще какого-то мужчину я была бы рада но у меня вообще никого нет я сегодня обрадовалась то что меня друг позвал бой оказалось что и он слился так что как-то так я вообще никогда не нашлось честно машине а как ты разделяешь людей красивых и некрасивых я так подождите ставлю зарядку и паштет не различает красивых и некрасивых смысла как ты не различаешь в смысла к сожалению ну к сожалению ты иногда думаешь кто-то для тебя вот какой-то там красивый я так скажу честно маш как ты думаешь будет мужчина с девушкой который пьет я вообще не знаю я думаю что мужчина любит то может быть он ее отучит не знаю короче к чему я говорю то что я никогда не разделяю ну как бы людей на красивых и некрасивых потому что для я уже убедилась давно для одного человека будет знаете там моника белочи красавицы другой скажет что нет фу это вообще не мой вкус поэтому я считаю что нет такого что кто-то красивый кто-то некрасиво первых каждый человек липецк привет может из себя сделать красиво если будут средства если женщина даже кажется некрасивой да в смысле я обычно и такая же как вы абсолютно если вы меня увидите на улице ничем не отличается на такой же жирок на боках такой же целью врачом говорить девочки после 30 все пьют мне кажется и не после 30 до 30 поэтому так подними а что палец подними все весь это все так хорошо тогда у тебя была в украине конечно я там жила даже а как же любовь маша ты посадишься полтора года и без отношений даже без свидания так сразу если вижу то человек не мой не продолжай общение что блин так время такое сделано дочь вот честно я не знаю как ответить на этот вопрос поскольку я сама без отношений уже год где-то да вот ровно поэтому как ответить на твой вопрос я не знаю вообще по этому поводу дом париться не стоит поскольку мужчина смотрела даже по ксюша рассуждала своем интервью о том что женщине самое главное в наше время быть самодостаточной потому что к сожалению мужчины вот для меня это страшно что могут после 20 лет отношений когда женщина родила детей когда ей как бы уже далеко не 20 просто взять и уйти поэтому знаете я вам так скажу а сейчас даже 20 ну и молодец что ты отдыхаешь с бокалом беломина поэтому мне он так скажу нет никакого рецепта вообще в принципе того как надо вот вот немножко сюда можно нет никакого рецепта того как надо как ты делаешь правильно я считаю что в себе недостатков искать никогда не стоит нет конечно стоит задумываться ну как там как развиваться дальше как больше зарабатывать но я вообще а у да можно но недостатка в себе искать не нужно задавиться просто у меня вообще не русская фамилия украинская фамилия сейчас на как ну вот этот аккаунт опять меня достал это фейк ну короче ладно нужно любить себя как ты избавиться страха набрать вес честно скажу у меня был такой момент что что открыл скажу честно у меня была такая проблема опять накакал на мою кровать но неважно после анорексии набрать вес вообще нереально было поскольку у меня были худые руки у меня блин не столько вопросов параллельно не успевает отвечать на свои короче вам можно я отвечу на вопрос короче маш мужского что похоже на домохозяйку не уложил детей накормила всех и при этом я не я не лохушками 31 год я устаю дочь ну что сказать короче это нормально все мужчины такие наверное на не все на большинство они просто не понимают что будет женщина это очень сложно на самом деле потому что они все хотят женщин до 25 и при этом чтобы она была худой успешной не просила денег и ну короче вы сами понимаете поэтому я думаю что просто нужно себя любить себя оценить это единство что могу тебе посоветовать дочь все так не договорила вы понимаете мы все равно все рано или поздно там уйдем с этого света поэтому нужно оценить каждый день но свидание состоялся рассказал в начале эфира мне позвонил мой друг вот я очень ждала встречи с ним потому что он мне нравился еще со времен учебы в консерватории и он мне позвонил буквально вот без 10 11 сказал извини маш я не приеду хотя вот ну как бы я уже была готова он должен был приехать в 11 15 я даже не успел себе вина купить ну ладно спасибо зайчик читать до этого еще хотел сказать про мужчина ли мне что-то спросили но у меня ко мне мама пришла и меня отвлекла ты изменилась в каком плане хорошего или в плохом короче не знаю машина говорит про набор веса а вот я про набор веса потому что когда ты скидываешь вес резко и ты видишь у себя в отражении худые руки например ноги то ты любым способом хочешь это удержать но когда ты понимаешь например что это будет стоить тебе жизни то конечно же желание жить превалирует например я весила там 26 5 у меня опустились почки мне не было дней у меня выпали все волосы у меня выпали зубы у меня не стало ну как в груди грубо говоря поэтому я собственно говоря и поняла что если я захочу жить и решу жить то все равно мне придется набрать вес и не важно при этом вообще не важно какой тебе вес у меня очень много подруг которых любят мужчины с весом там плюс 65 и это не имеет никакого значения а можно вести знаете там грубо говоря 47 быть идеальной при этом не любить себя все время себя искать недостатки тебя будут не любить мужчины поэтому я считаю что нужно просто себя любить и понять если ты хочешь жить то нужно набрать вес и например у каждого человека определенный вес кости и я не веду больше эфира с гадалками а вот я подумал что это не экологично но не в этом суть и если у тебя твой вес кости да и индекс массы тела например должен быть не ниже какого-то уровня то ты все равно будешь такой а если ты будешь весить так вот как сказать ниже это норма то у тебя будет проблема с сердцем и это никому не нужно вот никому это не нужно спасибо большое мне очень нравится что вы одобряете мой цвет волос в москве с ковид ну наверное плохо плохо все ходят в респираторах у нас сегодня в подъезд даже приехали поэтому как бы вот так вот я стала меньше давать потому что я наверное немножко сошла с ума я решила что нужно чтобы все было экологично я даю рекламу только ту которую считаю нужно сама хотя это идет в ущерб моему бюджету как-то так цвет бомба спасибо завтра еду снимать волосы не знаю что с собаками но я не имею права их ругать замуж но у меня нет такого наверное вот на мне они лежат собаки что у вас на ужин я болел до привет как у тебя дела и немножко расстроилась потому что должна была идти на свидание но его отменили буквально за 15 за 3 до приезда я вам так скажу мне ну наверное как сказать я отвечу это очень интересный вопрос машин как начать синить каждый миг и вообще любить жизнь если вокруг трудности и проблемы вы не представляете как иногда меня накрывает особенно когда вижу что вокруг себя так сказать ну девушки наверное такого плана как я блогеры ходят по разным местам знакомиться с мужчинами либо у них есть мужчины вот ну я другой человек у меня другие приоритеты я никуда не хочу ходить вечерами я хочу больше времени проводить со своей семьей это моя мама это мои братья сестра поэтому я не знаю когда наверное трагически не стало год назад девушки с которым у брат прожил 6 лет до него гражданской жены то у меня вообще резко все изменилось я поняла что в принципе в этой жизни все не имеет значения первый раз я испытала когда я пережила клиническую смерть я летела по туннелю видела тех кого не стану в этой жизни и я поняла что самое главное это жизнь просто когда мы живем да и у нас каждый день идет день за днем мы думаем что жизнь бесконечна мы становимся недовольны жизнью недовольным количеством дохода своей работы рутины а на самом деле это самое крутое что может быть я не раз сыграла что такое хорошо или раз как бы играла в косписи где если чего больные люди лежат да и они хотят жить они плачут им по 20 по 30 и они хотят просто жить уже каждый день день за днем но у них уже нет этой возможности они все переоценили уже да поэтому как бы у меня нет такой наверное проблемы я просто встаю и даже если у меня грубо говоря у меня много забот мне нужно заплатить за съемную квартиру там нам нам и питаться ездить на такси в москве это 250 плюс как минимум просто да поэтому как бы наверное я вам просто желаю как бы это не звучало наверное смешно в каждой ситуации радоваться каждому дню вот наташа не стала возрасте там 30 лет успешные девушки красавицы хореографа просто потому что кто-то решил отобраться решил отобрать у нее жизнь и мы говорили на то ли ну там вот ну что ты там вот шампанское вечерами там может себе позволить а на самом деле вот мы сейчас садимся вспоминаем думаем зачем мы это говорили зачем я и говорила не надо там есть торты вообще зачем все это надо нас все равно не станет дальше ничего нет по крайней мере поэтому как то так что такое а я хочу паштет хорошо сейчас я возьму тебя нет я просто общаюсь да все подорожало да кратцы бородиной жужу конечно я за всех рад а я не могла найти колбасу вы понимаете да я искала не могу найти вот она короче мама я убрала когда пришли собаки а я хочу есть я нашла паштет все а что мама поэтому я вам желаю всем просто радоваться каждому дню насколько это возможно все я счастлива это ред лососевый нет но брат у него же семья у него ребеночек он нам не должен помогать вот как-то так ну честно вот если вот уж говорить совсем честно эти камня ваня камня я ложку войну мне бы хотелось наверное от брата и от отца очень хотелось бы блин я хочу что не могу найти второй все у меня стресс а может быть он где-то здесь лежит короче я вот это кольцо могу найти а вот второе не могу но все мне стресс у меня стресс и не могу кольцо найти что ж такое блин она же не могла никуда деться отсюда блин зачем я на это посмотрел ну ладно короче но мне не хватает того чтобы мне хоть раз в год брат позвонил и спросил как у тебя дела вот просто так у тебя дела как ты живешь может быть тебя что-то надо мне не хватает и от папы не хватает звонков я никогда этого не скрываю я потеряла кольцо у меня стресс это единственное два моих кольца блин жизни ой боже мой ну что почему то я не понимаю у меня не мать наташ ты по мне не скучаешь я все знаю мам мам я не могу стресс у меня кольцо пропало и не могу так мам мам я здесь два два кольца могу что мне делать все нашла на нем стоял мой телефон все короче извините минутка я просто потеряла кольцо ну а все она по телефонам стоял до я расстроен я расстроилась что потеряла для вы это для меня это стресс все нашла короче вот что мне не хватает я звоню брату я вам пишу он просто читает или отвечать но мне не хватает него конечно хотелось не знаю мне бы хотелось чтобы он маме помогал дарил что-то мне бы хотелось но наверное это просто мне хочется это я благодарна вселенной за то что он сам себя обеспечивает этого достаточно это просто мои желания чтобы мне позвонили чтобы мне узнали как у меня дела чтобы не спросили может быть тебе что-то хочется ну как-то так ну это исключительно мои проблемы что мне так хочется мне очень вкусно я открыла паштет я подумал зачем для свидания это нереально вкусные паштеты ребят или это с тунца вот купите это не реклама или это лососевый у меня вообще нет рекламы я все только от души теперь делаю вот ванить кота тоже лежит дома 2 с юлией фременковой с ане брянской так кто еще нет я жила отдельно всегда но как всегда я уехала в четырнадцать и в двадцать семь мама приехала в москву когда я болела в двадцать шесть вот я жила одна нет сегодня нет я вам еще раз говорю это какой-то ужас мне позвонил человек с которым я собиралась на свидание сказал что он его отменяет время было время было без 10 11 и ничего не успела вот но у меня дети мои вы здесь и я к вам вышел в эфир о я с ней метро встречался очень красивая девушка прошло три года впечатление до сих пор во мне ой с кем ты встречался ой я думал эфир завис ваним мальтипу то мальтипу мальтипу ты настоящий классно да я настоящий классно да мне очень хочется встретить своей жизни мужчину настоящего вот дочь нет я тебя просто отправила набор не знаю я наверно до тебя не успею доехать у меня вообще времени всем привет больно лапку получше ой но ряд это все это сказка я промечтала где вова хороший воспитанный человек был у тебя ой вова в сизо вот смотри что то нет она мне сказала вещь фразу которую меня обидела очень сильно я была на дне рождения у юленьки ефременковой и она мне сказал ну что а когда вова посадили типа наверно у тебя тоже будет проблема но в более жесткой форме вот и мне стало неприятно ну как-то так спасибо галя привет калюнчику привет паштет продается в азбуке вкуса но там сто двести семь двести пятьдесят по моему вот а в как называется спаре он по акции по карте спара стоит девяносто рублей вот поэтому можете все купить у меня брат сезону вот видите у многих люди там ну попадает в места не столь отдаленные поэтому всякое бывает как говорится от тюрьмы до суммы не зарекайся как думаешь что это жить мужчина до брака не привыкли он раз обе я тебе так скажу многие говорят что с мужчиной до брака жить не стоит потому что начинается уже семейная жизнь и дальше у него типа нет никакого стимула на тебе жениться вот честно вот если вот взять меня и считаю что стоит кайфовать да и наслаждаться каждым днем потому что никто не знает что будет завтра послезавтра и даже сегодня вот вы понимаете поэтому когда что-то говорят могут люди жениться и раз и развестись через три месяца вот у меня как случилось мы с мужем с моим поженились и он у нас свадьба была в октябре а на медовом месяц мы поехали в декабре так что вы думаете он со мной там ни разу не занимался волшебством он меня не хотел поэтому вот вы понимаете вообще никогда не знаешь что в этой жизни лучше у одного так у другого так никогда не нужно спрашивать ни у кого совета вот вы меня сейчас спрашиваете да а нужно слушать только свое сердце вот ты хочешь жить с ним да иди ты и живи не слушай не маму не папу не сестру не подруг не дай бог вообще никого не слушать понимаешь в этой жизни нужно доверять только своему сердцу и делать так как ты хочешь потому что тебя любовь к нему пройдет через две недели или через полгода вообще считаю что очень хорошо пожить и проверить какой человек в быту одно дело с ним встречаться извините заниматься там чем-то вот а другое дело жить начинать и смотреть какие него привычки как он там не знаю если мое мнение то вообще ни на что не стоит обращать внимание если человека любишь да пришел да бросил носки доход на люстру со своими трусами да и пофиг просто не нужно никого никого ничем доказывать не чистотой не количеством заработка поверь мужики еще больше парятся по поводу того сколько не зарабатывать а если их еще доказывать да это вообще они поэтому раньше умирают вот он тебе неудобно сеть нормально вот сидишь у тебя папа свисает вот вы пишите а как же алена рапунцель ты с ней вроде дружил да и вы поймите но когда человек живет семьей у которого двое детей такого понятия дружба как в 16 лет там в 19 когда вы гуляете во дворах нет уже ну мы прекрасно общаемся она меня всегда зовет на дни рождения еще что-то ну как бы ну и что это не значит что мы там будем приезжать к друг другу в гости вот вы думаете я вот еще слух